всем привет значит ответы на вопросы mazda и сразу вопрос вот самый популярный на сегодняшний день как мазда как ребят будет обзор расскажу все я сейчас в грязной одежде сижу не просто так то есть есть немножко проблема но игру об этом вы все узнаете теперь об этом автомобиле вы узнаете практически все чуть просто попозже будет обзор жду выходные сейчас снимать нереально потому что я с работы вхожу темно поэтому я даже сейчас пришел гараж на улице просто ничего не снимается у нас реально начались темные вечера скажем так и так ладно mazda попозже дмитрий хохлов спрашивают у меня на ю тубе просил в личку пишет ну когда ты уже когда ты мой вопрос задашь когда когда короче чё за шуба в последних обзорах у тебя было ну не саму естественно она понравилась значит смысл то что я просто-напросто нарыл ее на даче на даче понятно дело что эта шуба она не новая если я появлюсь где-то и в магазине там просто на улицу выйдут у меня неправильно поймут только в кадре в ней появляюсь и все шуба да ну там правильно в комментариях написали что шуба как бы не новая так она есть пацаны очень старая делается на заказ там даже вот выворачиваешь и изнутри даже никакой эмблемы нету то есть она просто в заказ делалась у многих людей на кстати такая же есть гаражах я видел лежит то есть просто разного размера как на эти уже раньше делали штамповали да из какого-то определенного материала все шуба но мне нравится понравилось то есть я когда нашел я так прикинул это об а классно было дмитрию хохлова он тоже по вкусу аркадий чили-чили черен черен или черерин короче не извините если неправильно тут реально вот переписывал своим почерком даже супочек не разбираю какое авто посоветуешь покупать в кризис японцы или немцы то есть сразу такой круг судился до японец или немец реально как бы кризис кризис как говорится непредсказуемый да резко резко приходит до сих пор длится длится уже примерно полтора года этот кризис у нас что брать сразу отвечу брать японца дайте сейчас я просто по порядку посмотрите вот это японец японец не просто так его взял выбор был огромный сейчас расскажу недавно продал своего пассата был у меня полтора года пассатик чуть побольше наверно был во владении то есть примерно я понял что такое старый немец дело в том что без разницы что вы будете покупать нового немца сейчас старого или среднячок такой да там 5 6 года вне зависимости запчасти на него стоит дороже чем на любого корейца и японца сравнивал реально вот просто на пассат кардан стоят в три раза дороже чем на инфинити fx 35 любая запчасть шкив коленвала валы и так далее все реально дороже просто такой перекидываешь просто прикидываешь и все и разочаровываешься дело в том что саму сам кризис он не может сказать смог сбил просто сбил с ног то есть я купил пассата всем показывал хвастался катался все офигенно настались холода морозы первые морозы и все я прилип я реально приют то есть за проилзы загнал immigrants он гараж начал что-то делать ему и на моих глазах на моих глазах назилить вот пытый имел повышение цен то есть кризис повысили сцены то есть они вони нет они в два раза в NING3 запчасти реально повышались то есть epilepsy вы все это мои глазах то есть до доходил даже до того что я заказывал деталь проходит три дня мне и снимают и говорят что сейчас другая цена мы он там по старой не можем программе сейчас по новой то есть на даже вот я даже не мог деталь получить потому что пока ее получал цены возвышались мнению снимали эту деталь то есть я уже заказывал по новой цене было такое что детали приходит я смотрю ее цену она уже в два раза дороже как было там допустим с форсунками со свечами которые шли только допустим на определенный двигатель для как у меня все детали все детали это как касается всех абсолютно то есть просто я смотрел и конечно же уже появлялись мысли о продаже пассата это еще было давным-давно но для того чтобы его продать нужно сначала починить правильно и вот этот ремонт конечно же мне влетел в копеечку и что касается касается коробки и двигателей и так далее хорошо что хоть в подвеску очень залез то есть он действительно в копеечку встал и тогда я понял что ну сравнивая с другими да вот именно автомобилями другими марками просто даже делают обзоры просто не подготавливаясь смотришь запчасти но реально они дешевле то есть именно вот какие у нас марки получается вот ваг да вот это audi фальсваген получается ну и понятное дело шкода то есть вроде бы знаешь все кажется что школа там дано чуть подешевле будет ни хрена ничего подобного также mercedes бмв все туда все в эту копилочку идет все вот в одну базу вот в такую маленькую страну туда все идет по ходу дела даже вот знаете вот парень мне пишет у меня год ауди audi a5 и коробка как у тебя хотя год там уже на пять лет она чуть позже дело то что вот эти три вот эти вот марки да вот взять вот audi volkswagen и skoda когда вот этот концерн он что-то придумывает какую-то деталь он сначала экспериментирует на volkswagen то есть он внедряется и какие-то новые технологии какие-то новые опции без ключевой доступ без разницы то есть проходит год-два вроде все нормаль нормаль нормуль идет в audi концерн то есть если брать одинаковые машины до 1 одинакового класса допустим audi и volkswagen одного и того же года audi чуть бы победнее будет но это все понятно дело весь процесс идет идет и в конце концов конце концов когда какая-то опция обновляется она идет старая идет на skoda ну так атаку не заведено по крайней мере в те времена вот начало 2000 середина 2000 до этом 5 6 так оно и было и вот эти volkswagen от посадок допустим та же самая коробка нашла положил потом уже на опять то есть опять смысле skoda octavia то есть он ее купил парень сам буш ну вроде бы она недорогая она гораздо дешевле чем фальсегин b6 тот же самый там я не знаю да но коробка осталась с b5 еще перешла сюда вроде бы года пришли и вот он смотрит просто цены выбивает вот реально машина сама там дешевая то есть купил за 30 50 тысяч пускай она будет а коробка такая же как была у меня на пассате то есть он переплачивает получается он не в не фальсваге не сидит он skoda для некоторых skoda это вообще как просто так это корейцы они даже не знают там ну понятное дело фанатов дофига но все равно суть не в этом с том что он реально прилип то есть я ему скидываю ссылки там этот соленоид опять-то это оригинальная сраная масса которая производит только один производитель и все то есть ну смысл в том что не оправданно дорогие запчасти я не знаю почему то сделано возможно вы это знаете ну я скажем так консенсус этому не пришел то есть ну дороже то есть я вам вывод говорю что вот опять же говорю не просто взял вот этого допустим японца они опять же тоже самый x5 кстати я сейчас здесь не прилипал вот это дело я сейчас новую эту штучку да вот чистенькую еще я сейчас не сидел бы я я бы уже сидел не снимая обзор делал бы уже ремонт и вы бы такие там а классно то есть это делается для шоу но я не хочу ездить на автобусе на работу я хочу чтобы она она хоть чуть-чуть хотя бы ездила хотя пускай она при если прилипнуть с цепью растянутый я там уже написали там всякого турбина гает все там у тебя это 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 по полочкам уже разложили я уже сижу просто жду я уже каждым масляный щуп проверяю то есть я уже вытер он был грязненький я уже просто его сделал таким скользким каждый же проверяю я просто жду когда 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 вот вы меня напугали не знаю возможно это все мифы и так далее то есть я вам потом в процессе все это конечно же расскажу но по крайней мере машина ездит за 500 тысяч рублей и ездит она неплохо вы представляете я вот просто у меня на подошел к x5 стоял от экспорта мы подошли но не ну и ну старая машина она уже фиг знает там столичным метром ходить там проверять это все такие мелочи это реально мелочи говорю когда просто прилипнешь то же самое коробка передач за 140 там за 150 тысяч то только масло поменять пятнашка стоит масло поменять в коробке передач это я знаю сам ты это сможешь делать или нет возможно даже и нет но я надеюсь понял ответил на ваш вопрос то есть ну реально японца понятное дело ну корейцы еще дешевле будет так вот вопрос миша кос зачем иметь две машины до этого было действительно две машины то есть ездил я ездил на другой жена получается на сегодняшний день только одна машина и понятное дело я и даю покататься то есть ну как покататься на работу то есть если вы увидели эту машину и она как-то может быть короче но у меня поняли да так павел и войлов что думаешь про поводу одноразовости современных авто что будет со вторичным рынком и перекупами в будущем вот смотрите да вот но действительно наверно такой правильный вопрос помните старые времена еще старые там я их не застал либо маленькие но смысл в том что они были когда автомобили просто нельзя было купить не то что иномарку даже таза ты не смог купить их там к откуда гнали там в стольятти там нанимали каких-то охранников с автоматами на трассе там где-то их отбирал какие-то бандиты там какую-то запись волгу там не могли привезти но было такое что не говоря уже о иномарках потом пришла эра когда к нам начали жестко вот быстро поступать иномарки то есть люди захотели все-таки что-то качество то есть они распробовали а мы с вами давно прекрасно знаем что старые на марке они действительно хорошего качества и они приходили к нам в россию в ссср донера ездили то есть всех радовали и наверно с тех времен пошел это перекуп там что-то туда-сюда потом пошли какие-то распила потом пошли еще так далее и вот был как бы есть именно вариант перепродажи то есть было смысл смысл был купить не новую допустим ладу а взять старый там какой-то mercedes будет сказать там toyota avensis и так далее но были такие варианты пускай там допустим пятигодовал до avensis чем новую там не знаю какую-нибудь волгу 30 не 10 ну было потом вот именно сегодняшний день примерно состояние такое что рынок он обновляется то есть сам производитель понял что лучше напросто делать не качество а количество то есть так больше денег заработаешь тем более большая конкуренция нужно каждый раз что-то придумывать рестайлинга и новую модель и так далее новые двигатели и на сегодняшний день база-то обновляется имеется ввиду автомобилей даже на сегодняшний день и насрать на этот кризис дело в том что эти бушные автомобили они все сейчас плохо продаются был рынок он огромен и с каждым годом увеличивается выпускается новые солярисы рио появляется все больше и больше бюджетных автомобилей допустим nissan там как это аумер она не такая как раньше была там в 2000 году допустим да вот это nissan omr ну примерно то есть это все очень другое совсем качество то есть качество немножко уменьшилась соответственно цена и людей ну как бы людям сейчас легко очень взять кредит и ипотеку я не знаю продать что-то и купить тоже самый в кредит логан без разницы nexio та же самая там веста и пошли дальше то есть но люди сейчас немножко поняли что зачем лишний раз как бы тратиться на какой-то автомобиль если можно купить новый соответственно база растет и правильного слова одноразовости да то есть она даже то же самое kia sportage да вроде бы не совсем бюджетный автомобиль но он одноразовый исчезла рама там туда-сюда их реально много посмотрите сколько сейчас в городе ездит этих kia sportage просто их там вот примерно я вот такой взял пример там тигуан без разницы их реально дофига открываешь объявление большая бар база продается именно тот где-то вот поменьше пробег вот на эти они смотрят пробег поменьше там пускай опции там будет больше там меньше маленький пробег нужен соответственно правильно и низкая цена то есть кто поставил цену ниже допустим как я вот ламсер продавал вот реально поставил ниже к сколько стоит тачка там сколько она ушла сразу же открываешь другие объявления на 100000 того же года самого я просто поползал по этой машине да хоть она в идеале она не стоит столько именно в такой же комплектации как бы была у меня допустим но и стоит на 300 тысяч откуда такие цены но она даже новая столько не стоило бы вот на сегодняшний день то есть действительно же идет же тех технологии идут рулится лучше и так далее там то есть ну бизнес-класс сейчас эти деньги никому нужен получается так хотя вот есть любители опять же вот такая фигня то есть ну не знаю что будет перекупами конечно же они всегда останутся эти перекупы но смысл того что база растет фокус вот второй открой кто просто их кишит этих фокусов там самое большое количество они лидеры продаж свои времена были кстати они больше продавала все лады в россии продавать больше ладов фокусов восьмой год там продалось 96 тысяч по россии а лады каких-то да там различных продаж продалось всего 75 тысяч вот вот в электровозе на работе журнал нашел в 2008 года статистику просто почитал но реально факт и все сколько их сейчас едет и едет же и эти спортейджи они будут через 10 лет ездить будет но их будет столько же много сколько и сейчас ну я не взять взять nexio выбор большой ездить будут они в любом случае но владельцам будет их очень сложно продавать скажем так а так вторичный рынок конечно же останется в любом случае но люди потихонечку понимают что лучше пойти взять кредит и купить новую так расскажи про сергей пишет расскажи про основную работу шахту ну кем чем трудно ли пацаны какая чё там сложного я только вот этим и занимаюсь так что я сижу в гараже и делаю обзоры потому что там ни хрена делать в смысле того что там никакой умственной работы вам не заставляют делать то есть именно допустим по моей специальности да и не думайте что там а как все ужасно там вы там пашете и так далее и так далее то есть никто не держит я могу смело пойти на другую работу но это зарплата просто меньше городообразующее предприятие как говорится опять же можно свалить типа много вариантов всяких но пока я здесь на месте и немецкие я играл что мне тем нравится в игре что я мне нравится я хочу поменя壓 специальность и так далее просто пока что я занимаюсь этими обзорами да то есть я никуда не рыпой скажем так а если тебе хочется что то другого то не думайте что там как рыбы все работают пошел и отучись если хочешь пошел мастером фломастерам и так далее пошелы и ходь в конторе сиди скажем так занимать этим чем на стеке типе надо ну можешь просто на тебе работать по поверхности как в принципе разницы рабочих мест в принципе много то есть если я часто говорю про шахту и значит что там как бы единственное место где люди работают по мне пожалуйста делаю открывай хот-доги правой хот-доги продавай все просто ларек ну надо мутки темы и так далее если делай хочешь что в любом месте там шахты как бы а так просто пока там так андрей цизганов как относится к татуировкам вообще никак то есть но я считаю что немножко лишняя хотя по большому счету если увидел где-то на ком то что ну по барабану реально по барабану наверно на девчонках может быть я бы как-то ну среагировал что это лишнее но не надо зачем я можем что-то даже сказал там но по большому счету никогда не делал и не собираюсь вообще даже в мыслях такого нету просто даже вот мысли денис штец наверно так мы тебя давно просили рассказать про учебу универ как сдавал экзамены наверно это вообще такая типа тонкого анализа да то можно сидеть получится вспоминать как я отучился допустим те же самые там пять лет но вкратце давайте так это как бы лафа по идее если ты учишься заочно и работаешь на официальной работе то есть у нас предоставляется академический отпуск до учебные где-то пошел есть там допустим сессия какая-то 21 день там среднем да и ты пошел тебя платят зарплату как будто ты в горе в шахте херачишь молотком а ты на самом деле сидишь и в самом деле прекрасно знаете те кто работает учиться на заочке они там не учатся учится тот кто хочет учиться никого там как школе палкой и указка не заставляет и родителей не вызывает то есть надо те учишься нет так нет просто денежки плати и все но пока система построена именно таким образом вроде что-то там делает какое-то вступление типа через егэ и так далее также все осталось по старой схеме пацаны бабки платишь за год вот платила начинал с 2 500 кстати за 5 5 цена то поднялась по моему до 18 500 вам даже 20 тысяч то есть ну сколько раз представляете 10 раз поднялась цена за пять лет на учебу за один месяц семестр семестр 2 но было весело чё сказать принципе я говорю вообще не парился не переживал то есть я ездил туда как захотел опаздывал пропускал никто не спрашивает вообще нет деньги платил полторы тысячи контрошку тебе сделали там ее скинули тем на почту пошел распечатал все отдал там единственное время когда я переживал это сам сам диплом куда действительно по переживал единственное время когда я что-то начал хоть чуть-чуть зубрить учить и чтоб ну найти тем люди сидят комиссия на что-то рассказать а так конечно же из допустим группы 30 человек учиться реально который учится сидят делают уроки все ничего не покупают два человека из 30 это который типа что-то как бы хотят в жизни там возможно остальные говорю пацаны просто-напросто зарабатывать тоже самый академический опуск 20000 отдал все у тебя раз полгода стабильно отпуска 20 дней да так значит александр скачелов какая марка на тот взгляд самая надежная сегодняшний но сначала думал машина почему марка вообще марка наверно да не и не я это придумал мы никогда не вот toyota сигарет самой популятором надежно toyota откуда это пришло откуда до тех и он когда еще вот эти праворульные да даже на сегодняшний день вот эти праворульные toyota остались типа никого не ломается комплектация вот откуда все это пошло именно с toyota много моделей то есть различные комплектации там до хранища всяких разных плюс наверно land cruiser и так далее даже новую да вот не ломается вот правда да он не ломается дорогой не ломается все классно шиканет правда шиканета но не ломается то есть марка сама по себе вот именно самая надежная на сегодняшний день нету взять новую toyota corolla vensis rav4 вот мы ездили все так же абсолютно все так же все ломается марки и модели и вот сколько тачек было и дорогие у нас машины были самые бюджетные не ломается машина только то вот где меньше всего каких-то опций комплектация самая слабая и просто чтобы она была бюджетная то есть ту логан взять вот средняя да то есть нихрена ничего нет нечем ломаться она сама надежно будет здесь пошло за 5 миллионов и за 500 тысяч рублей за понятное дело что отправить их дальние путешествия на полном газу и которые там не знаю на 400000 которая стоит 500 она просто ну проедет не меньше во всем во всяком случае там меньше ему ломаться и так далее хотя маленькая комплектация да и все что и вот выбираешь думаешь я хочу чтобы не ломалась а практически все так думают и не надо брать меньше комплектацию чтобы меньше ломалась это народу как старая машина относится где больше всего проводки датчиков и так далее это были с ютуба кстати что то вы пацаны залезли не лезли не лезли не то есть там 360 комментариях я все прористал но как таковых вопросов там не было то есть они были но они часто повторялись то есть есть не меня не огласил плюс вы на вопрос не ставите лайки то есть если ты у него вопрос почитала тебе понравился прошу вот там сам самая популярна вот именно вопрос прошу бы был дмитрий хохлов задавал как бы то есть там 74 лайка но это не вопрос пацаны хотя шуба она еще нас переживет значит переписал также на другой стороне вопросы с вк значит юрий серветник спрашивает что будешь делать когда в вашем городе кончатся машины год назад кто-то задавал сказал что они типа не кончатся я ряд ошибся они реально кончается действительно когда уже подходит автор к 100 обзором допустим до автомобилей они реально кончаются то есть мы выходишь еще к любому двору просто подойду там к любой стоянке и вот могу так снимали 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 не снимали снимали снимать снимать то есть реально они кончаются потому конечно снимаем более менее популярные машины кончается вроде бы до новое обновление там рестайлинг и так далее но к нам в город новый и рестайлингу приезжает не сразу их уже 300 раз обзора сделали просмотрели антон жора уже все сняли обзор только через полгода возможно она появится в нашем городе это потом через полгода кто-то там узнает обо мне и вроде бы ай чё обкатку прошел нормальная тачка все как бы давай там миша дадим на обзор вот такая фигня и вот смотрите опять же вот эти кончаются машины даже не в этом самое страшное то не в том что они кончаются тачки самое страшное в том что эти обзоры как таковы они никому не нужны имеется ввиду что вот обычных автомобилей новые дан людям нужны новые тачки то есть человек сидит вбивает даже если он не знаешь такое youtube слово просто он вбивать яндексе обзор там такой-то какой-то модели до новый такой-то год то есть он смотрит обзор вне зависимости он подписывается ничего не знаю что там даже канал существует то есть обзоры идут от новых автомобилей есть такой персонаж который снимает дайте новые автомобили все новые появляются и сразу у него все чик все моментально даже и ты не знаешь об этой модели но ты уже завтра обзор посмотришь ты даже не знаешь об этом сейчас также обзоры снимает на какие-то крутые тачки правильно то есть но сами просто понимаете что топовым блогеру дать обычный автомобиль там да и унексия десятого года он не будут не будет там миллион просмотров и так далее потому что надо что-то из этого сделать или шоу или как вам нравится монтаж захерачить такой монтажик там чтоб музыка все там вертолет летает там то есть вот если человек вот именно будет смотреть да ему что нужно или какой-то шоу монтаж красивая музыка некоторые реально дрочит на это и понятное дело новый автомобиль все обычный автомобиль как ты не скручивайся но не будет посмотреть его поэтому я придумал такую рубрику как спец выпуск тупо серьезно вот именно на спецвыпусках почему-то всегда больше всего просмотров я вам x5 подгоню вы не будете смотреть м-ку подгоняем вы не будете но если будет монтаж или реально какое-то видео со смыслом или похихикать то вот как бы вот это людям надо поэтому говорю даже не обзор интересен тачки я все две недели машины не снимал меня рейтинг пошел на канале только потому что пошло какое-то обновление в виде покупки автомобиля все я не говорю что я обзор вообще снимать не буду но примерно смысл как-то таковой что да то есть все-таки надо делать именно ну шоу не шоу что ли что танцевать же я не буду че шоу какой шоу нахрен делаю как делаю так в какой программе монтируешь видео вот часто часто такой вопрос видимо начинающие блогеры и что sony vegas pro 13 то есть проще ничего нету если меня вопроса спрашивать просто открой потыка пальцами дам тыкая отличный методом тыка никого ничего не спрашивал там вот так товарищ помогали там и все позвонкова в принципе там очень все просто эту программу открывать тоже если у вас нормальный компьютер если у вас компьютер как у меня вы знаете почему у меня 720 качество всех видео практически всех то что меня компьютер не монтирует и видео в именно в этом формате в 1020 да там не просто не монтирует компьютер свой глючит начинает дергаться 720 сразу пожалуйста с телефон снимается 4k у меня даже я бы даже просто видео посмотреть на компьютере не могу и вот реально вы большинство тоже так же даже на youtube не берите там пожалуйста ролик самого высокого качества не сможете посмотреть по штампу через каждые 5 секунд вот будет дергаться этот прогресс вопросы закончились вопросов немного как говорю самые интересные на мой взгляд я вот реально выписал свое мнение я рассказал ну как как и так на смотрите пришла посылка с санкт-петербурга то есть товарищ вконтакте написал между дагойте посылочку пришлю чего посылочка он сначала он и ягод нарисовал фотографию просто нарисовал портрет твой портрет я вам почтовый ящик скинул говорю да он скидывает на почтовый ящик вот это ягод нарисовал свои с того что я ручки сидел рисовал ручкой шариковые какой-то пастик понятное дело я написал ему адрес и вот пришла смотрите это портрет человек писал ручкой просто знаете как в школе когда мы зачеркивали несколько раз там буду бумаги что бумага рвалась там вот морщилась морщилась бумага здесь абсолютно также то есть это реально сделано не на принтере это просто сделано черной какой-то гелевой ручкой но на самом деле очень круто большое спасибо ну куда-то куда-то будем вешать или дома или здесь пока еще не придумал ну решили показать вам так что пацаны если какие-то посылки есть присылайте будем показывать их так это конец видео я сейчас не просто всегда опять же так сижу то я сейчас полез в яму будем кое-что делать с автомобилем эти ролики я буду выкладывать чуть попозже спасибо за просмотр всем пока